Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусный и при этом не сложный тортик. Его можно приготовить как и на какой-то крупный праздник, так и просто к чаепитию. Готовить его не сложно, абсолютно. Это будет такой насыщенно шоколадный торт с фруктовым ганашем и крем-чизом. Прекрасное сочетание, вот прям очень в точку. Для начала нам, конечно же, нужно будет приготовить очень вкусный шоколадный корж, чтобы он получился насыщенный черным и, конечно же, вкусным и сочным. Для этого все сухие ингредиенты, то бишь муку, соду, соль, какао и сахар, просто смешиваем в бадье от комбайна. Дальше у нас сюда пойдут просто смешиваем все жидкие, отвешиваем ингредиенты. У нас здесь яйцо, растительное, сливочное масло и молоко. Сливочное масло не должно быть горячим. Отправляем в кухонную машину перемешиваться минут на 7-10, чтобы у нас растворился сахар. Затем отправляем в форму, у меня здесь форма в диаметре 20 см на 50-80 минут при температуре 160 градусов. После того, как мы достанем корж и он остынет, упаковать его в пленку и оставить минимум на 4 часа. Так он у вас получится сочным. Я оставляю обычно на ночь. И как раз на ночь мне нужно будет оставить ганаш. Для него я использовала свежий манго, который я пробила погружным блендером. Сделав из него пюре, я также сюда добавляю патоку и ставлю на огонь до закипания. После того, как масса закипела, отправляю сюда белый шоколад и вмешиваю его. Через пару минут шоколад сам по себе разойдется, но я на всякий случай еще раз пробиваю массу блендером. Для того, чтобы никаких фруктовых комочков в нем не осталось. Добавляю сюда сливки 33%, хорошенечко эту массу опять вымешиваю до однородности. Накрываю пленочкой в контакт и отправляю в холодильник минимум на 10-12 часов. Собственно на ночь, как и корж ему лежит. Уже утром этот крем можно взбить. Он прекрасно будет держать форму, очень стабильный и очень насыщенно фруктовый. У меня еще он такой очень оранжевый, потому что манго был очень спелый и вкусный. Конечно же пюре манго, допустим, или маракуйя можно купить в магазинах для кондитеров. Либо использовать какую-то малину, смородину, это может быть совершенно другой ганаш. Совершенно другими ароматными фруктами. У меня это вот такой вот насыщенный, ароматный и ярко-ярко желтый ганаш. Теперь уже перед самой сборкой тортика займемся обычным прослойственным кремом. Для него сливки из сахарной пудры я взбиваю до таких легких пиков. Он должен оставаться еще немножечко мягким. Вот такая вот консистенция легкого крема должна получиться. Это займет буквально несколько минут, в зависимости от мощности вашего миксера. Следом сюда добавляю творожный сыр. Это может быть любой несоленый сыр, который вам нравится. И еще раз пробиваю миксером данную массу. Она теперь довольно быстро начинает уплотняться и крем становится такой хороший и устойчивый. Также можно добавить сюда ваниль или какой-нибудь ароматизатор, либо ванильную эссенцию. Посмотрите, какой плотный и красивый крем получается. Прекрасно подходит для любых прослоек и любых сочетаний. Собственно, осталось только собрать наш тортик. Пропитывать эти коржи теперь совсем не нужно. Я разделила на три коржа. Довольно высокий тортик получается. И теперь нужно его просто прослоить кремом. Делаю также из белого крема бортик. И внутрь этого бортика вкладываю такой красивый, яркий и ароматный ганаш. Немножечко его можно разровнять. И накрываем, собственно, вторым коржом. Далее всю эту историю нужно просто повторить. Если у вас осталось немного белого крема, конечно же, можно подровнять немножечко бока и смазать верхний корж. Дать ему пропитаться. И затем уже украшайте по вашему усмотрению, как вам хочется. Его можно и выровнять картошкой, ганашем под мастику. Или использовать под любой другой крем, который вам нравится. И получается очень вкусный и сочный тортик. Дайте ему пропитаться часа четыре в холодильнике. И он удивит всех ваших гостей. С вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.